Значит, самое главное, что мы пытались сделать, есть вопросы, в которых надо пытаться собирать как можно более широкий круг разных, вплоть до противоположных общественных объединений, политических партий, движений и так далее, с выработкой единой позиции по ключевому вопросу. Значит, как только у нас сегодня были попытки начать спорить, то ли СССР существует, то ли РСФСР, то ли еще что-то, при том, что собрали и сторонников СССР, и имперцев, монархи, все вместе собрали. То есть, это попытка развала, да? Вроде удалось все удержать в руках, что у нас одна ключевая тема, с какой позиции ни посмотри, хоть СССР, хоть РСФСР, хоть исторической имперской России, нельзя разбазаривать территории. Нельзя. И вот в варианте резолюции, который зачитал Шабаев, там очень сильная сторона, что само ведение переговоров, даже атеретической возможности сдачи территории, даже хотя бы двух островов, со ссылкой на какую-то декларацию 1956 года, которая не имеет давно никакого отношения, никакой реальности, она никого ни к чему не обязывает. В Конституции России никаких ссылок не есть, а международным документом, то есть ратифицированным договором она не является. Так вот, сам факт переговоров о возможности передачи или совместного освоения территории с тем, кто признает ее своей, это уже преступление, это уже признаки изменения Родины. Мы так это трактуем. Вроде по ключевому вопросу договорились, не стали тратить время, его и не было, на детальное согласование оттенков резолюции. Но самое главное, что та резолюция, которая принята за основу, содержит все необходимое, а та резолюция, которая выйдет окончательно из революционной комиссии, это будет не наша резолюция, которую мы навязали всем, а резолюция, согласованная уже всеми ключевыми организациями, еще раз подчеркну, совершенно разной противоположной направленности, но так или иначе, левой или национально-патриотической. Значит, все оказались едины в вопросе о том, что та деятельность, которую стоит нынешняя власть, как о создании так называемых территорий опережающего развития, то есть, по сути дела, сдача территории то ли по Аляскинскому, то ли по Косовскому будущему, как угроза варианту. Ну, и сам факт ведения переговоров о возможности передачи хоть два, хоть полострова, хоть одна десятая острова, это уже преступление, мы уже трактуем это как измен Родине. Значит, в этом все оказались едины. Это хорошо. Это хорошо, но этого мало, потому что пока слишком узок рук тех, кто осознает масштаб угрозы навишенной страной, что под патриотический звон идет сдача территории страны, создание угроз анклавов типа Косовских в будущем, в общем-то, потери территории. Эту угрозу еще мало кто осознает. Продолжение следует...